Еще раз здравствуйте, мои дорогие, у нас все еще среда 26 октября, ну я ставила про свой наряд, у нас сегодня чудесная погода, Дженнифер попросилась к подружке, я ее отвезла, Даниил сегодня на охоте, он охотится. Я забыла сказать, хочу, ну это чтобы записалось на видео, это о серьезном, это cherry on the top of the cake, это пирамида масло, масло пирамид, это именно о вере, вот о духовном что-то, вот именно вот самая верхушка пирамиды. Что там было, 21 октября, это день рождения моей крестницы старшей, Иоанны, и я там ставила много видео, смотрите, я, что я хочу сказать, вечером того же дня, в общем я, вот я держу вот эти вот, вот этот список, да, матушки Антонии, которая просила еще при жизни молиться за убиенных младенцев, так вот, я желаю всего доброго, вот своей крестнице, все просто это именно было в тот же день. Я, у меня давно возникло желание помолиться за род, вот смотрите, моя сеструха, которую я называю сеструха, только я могу ее называть сеструха, потому что я старше, я ее старше на 11 лет. И я вообще с ней не общалась, вот мы общаемся, мне 53, мы общались с ней лет 10, лет 10 вот эти вот последние, а я ее не знала, вот до 40 лет я только знала ее теоретически, но у меня же много быть, могло было быть этих вот братьев и сестер, и вообще у меня папа биологический, который у меня записан в моем свидетельство о рождении, смотрите, он, они поженились, моя мать с отцом, расписались в ноябре месяце, я родилась в мае, вы же понимаете, что за 5 месяцев ребенок не может родиться, ну и тем более, да, я теперь могу подозревать, что узнав, знаете, что моя мама, очень много для нее соврать, вот это вообще ничего, и, ну я насчет того гуляния, и вот, ну я не вижу отца своего, именно своим отцом, вот в таком плане, даже несмотря на это, ну смотрите, хотя бы если этот человек дал мне фамилию свою, я насчет того гну, что моя мама могла просто навешать меня чужому человеку, вот, Павлову Юрию Андреевичу, да, он, конечно, не воспитывал меня, не занимался мной, ну вот фамилия у меня Павлова была, и причем долго, вот, до 2008 года, представляете, мои практически, 39 лет у меня была одна и та же фамилия, вот, last name у меня была Павлова, и сеструха у нее тоже была Павлова, у меня нету сомнений вообще, что она его дочка, они похожи, вот если я беру эти вот фотографии, то они, они похожи, а теперь, если у нас даже одинаковые фамилии, и Юля нашла меня, и мы продружили 10 лет, и я ее заблокировала в прошлом году, вот, это не значит, что я ее, знаете, вот, разлюбила, или зла жила, нет-нет-нет, совсем не так, почему я так много вот говорю, смотрите, я тут сколько наговорила, 3 минуты, Юля же замуж, и я была у нее на свадьбе, потом я узнала, что они повенчались, и... Я молитву принесла, провела, вот даже после этого, это было 21 октября, это было с ночи, вот смотрите, за 24, 24 имя было Анатолий, и молилась я 15 октября. Теперь, на 25 имя у меня было записано Антоний, и я написала за Иулию, у меня давно, Иулия, это ее прикрещение имя, я не знаю, кто у нее крестный, понятия не имею, она мне не познакомила, за все разы, что я приезжала в Киев, она мне не познакомила со своими крестными, это очень важно для меня. Так вот, я, ну, хотя бы, я раньше думала, что Юлия, ее она прикрещение, она Иулия. Так вот, я хочу засвидетельствовать, я хочу вам рассказать, что 20, вот, после дня рождения Иоанны, это моя крестница, все ее знают, как Яна, Яшка, 22 октября именно ночью, я провела самую длинную молитву, насколько я помню, это для меня была самая длинная, в общем, с часу ночи до 4.40 я молилась себе, я ее не записала, вот это 25 имя, то есть я молилась, как бы, не за свой род, вот, а за ее род. Я имею в виду то, что, вот, мы женщины, у нас утроба, да, и кто может открыть утробу, и кто может закрыть утробу, и я лично верю, что тянутся проклятия, родовые проклятия, и я думаю лично, во-первых, я единственная выжившая, ну, если я тоже, вот, если я ее сестра, если мы по отцу сестры, я думаю, я думаю, что мои молитвы именно, вот, именно как сестры, Господь усышит. Господь усышит, потому что, когда я была маленькой, когда меня мать отфутболила два раза в Киев, вот, Юлина мама, ну, она не была добра ко мне, она считает, что она была добра, но у меня-то свои понятия доброты, у меня-то свои воспоминания, и как, у меня не было никакого желания, вот смотрите, если ребенка больше никогда не тянет туда ехать, это о чем-то говорит, правда? А ведь я была в Киеве, но я никогда не пыталась Юлю найти, вообще, потому что я думала, что она вот будет копия своей мамы, я вот в таком плане, и даже увидев, что она реально копия своей мамы, я ей желаю добра. Так вот, я себя не выставляю, я хочу, я хочу именно, я провела эту молитву, а теперь посмотрим результат. Я далеко не святая, далеко, это вообще-то сумасшедшая тетка, вот, и если у меня, вот смотрите, знаете, где я, вот этот вот покаявшийся разбойник, вот, который вот православный крест, да, один разбойник покаялся и вот пошел на небо, а второй разбойник не покаялся, они оба насмехали над Иисусом, вот, не просто так это перекладено на православном, это православный крест, хотя это, эту Библию я купила в протестантской церкви в Одессе. Так вот, вот этот вот разбойник, который покаялся, он молился, знаете, как? Господи, помяни меня в царстве Твоем, помяни меня в царстве Твоем. И вот, когда я молилась за Иулию, я молилась, Господи, армия всех святых, если можно, услышьте молитву мою, вот, молюсь за сестру мою, за ее род, за род, вот, чтобы простились грехи их, и чтобы открылась утроба Иули, Иулина. Вот так я промолилась, и я молилась вот этой вот молитвой, что схиромонахина Антонина дала по правилу ее. И представляете, я тогда с 50-м псалмом, я ставила видео, что обычно, вот, если я молюсь, я молюсь с Иисусовой молитвой, там крат, оно покороче. Это была самая тяжелая молитва, вот я вам говорю, за вот эти вот все разы, что я молилась, именно вот, это были самые тяжелые. Не из-за того, что я не теряла, вот я не чувствовала, что я теряю сознание, я думала, что, ну, такая длинная, ну, время просто, знаете, вот, ну, 50-й псалмом 40 раз прочесть, а там же не только 50-й, там 40 раз отче наш, 48 раз отче наш и 40 поклонов земных, 48 раз 50-й псалмом 40 земных поклонов, 48 раз милосердие двери отверзено, благословенная Богородица, и тоже 40 поклонов. Так вот, это второй раз за все разы, что я молюсь. Я говорила, что один раз я отмолилась, и как раз было имя Григорий, младенца было Григорий, это с 50-м псалмом. Я молилась, это было 18 августа. Вот я еще раз один раз молилась, я не скажу вам пока за кого, это был третий раз. За какой род я тоже молилась, я себе ее не посчитала. То есть, смотрите, у меня, ну, я не хочу здесь показывать, потом, может быть, я созрею и скажу, за какой род я молилась. Я вот открыто просто говорю, что я помолилась за ее род, за род, я же не знаю, с какой стороны там, с ее материнской или с нашего отцовского рода, но то, что идут проклятия, и то, что вот там работает дьявол, и не пускает однозначно. И вот я молю. Знаете, я знаю, что наш Господь, Он сильнее всех. И армия всех святых, армия Его святых, армия Его святых, то же самое. Вот я обращалась, и сегодня, вот я еще, я вчера прочла Акафист всем святым, Богу угодившим. И вот сегодня я сейчас, вот я Дженнифер отвезла к подружке, а я планирую, вот планирую еще раз прочесть этот Акафист именно всем святым, Богу угодившим. Так вот, я хочу специально записываю это видео, чтобы запомнилась эта дата. Вот 21 октября 2022 года я принесла молитву. Самая моя долгая молитва получалась, с 50-х псалмом. То есть я очень старалась. Вот как вот, знаете, вот как готовиться на экзамен, вот как тот синдром отличницы, я очень старалась. Юля, я очень надеюсь, что вот Господь услышит мою молитву и смилостивится, и вот подарит вам малышечку. Или малышика. Все равно какого это вот пола. Маленького-маленького пусика.